Девушки отдыхают С заданием свидетельницы деревянка Маргариты Викторовны Никакого похищения не было Она вам сама об этом сказала? Вы с ней беседовали? Совершенно верно Что такое вообще? Официант! Скажи мне, что у тебя есть, а я тебе помогу? Значит, мой номерок в очереди первый? Да, первый Пусти больно Тогда я тебя пускаю Пей Я не пью Пей, выродок Да хватит! Тише Тише Ох ты, твачь! Ох ты! Оружие на пол На пол оружия, я сказал! Субтитры подогнал «Симон» Так, плавать умеешь? Да Давай обратно в каюту Там разбито окно Плыви к берегу Там машина Жди нас Хорошо Сюда пистолет На колени На колени Тебе особое приглашение надо? Стоять! Руки за голову, быстро! С statistics Отключу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, доктор? Как? Жить буду? Я не доктор. Я всего лишь медсестра. Понимашечки? Кстати, сук, на который вы наборолись, довольно странный. В смысле? Горячий очень. По краям раны, характерный ожог. Хотя бы право. Рана не глубокая, зашивать не пришлось. Но перевязки придется делать регулярно. Иначе наглоение и инфекция. Иначе наглоение и инфекция. Субтитры сделал DimaTorzok Виктор Васильевич, а почему вы так ко мне относитесь? Так это... как? Вы относитесь ко мне, как к маленькой девочке, которую нельзя пугать и ради этого можно даже обманывать. И вообще относиться к ней как-то немного снисходительно. Да. Почему? Ну, наверное, дело не в том, что ты маленькая девочка. Скорее, я для тебя старый дяденька. Так вот, Виктор Васильевич, я уже давно не маленькая девочка. Уже достаточно взрослая женщина, по крайней мере, для того, чтобы решать, какой дяденька для меня старенький, а какой нет. Понимашечки? Спокойной ночи. Пишите записочку. Пишите. Минута. Святичку дайте. Приси, Господи. Спаси, Господи, отец Алексей. Здравствуй, Ангелина Матвеевна. Здрасте. Давненько ты в храм не заходила. Уж не помню, когда я видел тебя. Да всё как-то недосуг, прости, Господи. Я вот сейчас думала поставить свечу за упокой души дочери своей. Вот только ноги не идут. Да, слыхал и об аварии этой, и о дочке твоей слыхал. И это полезно. Служил литью по всем погибшим в этой катастрофе. Сочувствую, что так безвременно ушла дочь тваря. Понимаете, отец Алексей, не верю я, что дочка моя погибла. Все факты говорят, что она была в том проклятом автобусе. На опознании были. Экспертизу делали. Опознали? Да какое там опознание. Головешки одни, прости, Господи. Муж вон и бумаги подписал. Ну, что она. А я не верю. Вот не верю и все. Ну, а похорон-то были? Нет. Не дают хоронить. Говорят, пока все тела не будут опознаны, говорят следствие. Вот что делать? Если она погибла, значит, нужно молиться об упокоении души. Душа-то матерствует, а сердце материнское чувствует, что шва она шва. За что? За какие грехи ребенку? Такая страшная смерть. У Бога не бывает несправедливости. Нам неизвестно, за что это могло произойти. Ведь каждому дается испытание по силе его. Главное, молиться, верить, надеяться. Просить Бога, чтобы сил дал. Ведь Бог, Он не Бог мертвых, Он Бог живых. А если она погибла, то душа ее все равно жива. И за нее нужно обязательно молиться. Даже если погибла, ты молись о ней, как о живой. Поняла? В этом никакого греха нет. Хуже, если она жива, а мы будем молиться об упокоении. Ты, главное, верить в его сердце. От всей глубины, тогда он обязательно поможет преодолеть эти испытания. Скажи мне, ты давно ли исповедовалась, причащалась? Давно, батюшка. Все как-то недосуг. Уж и не помню, когда. Ты вот что, приходи в храм на воскресную службу. Исповедуешься, причастишься. Бог и отпустит грехи твои. Он обязательно поможет. Спасибо, Господи, отец Алексей, за доброе слово. Бог благословит. За утешение. Во славу Божью. А куда же свечку-то ставить? Поставь святителю Николаю. А там Господи правит. Да. А, заходи. Ну, что скажет наш канавал? Ваш канавал скажет, что у него есть приятная новость. Ты и приятные две несовместимые вещи. И тем не менее, я осмотрел Риту. Со здоровьем полный порядок. Вообще, я должен тебе заметить, что приглашать такого врача, как я, к совершенно здоровому человеку — просто верх неприличия. Ага. А что у нас с рукой? А с рукой у нас все в порядке. Это я на гвоздь напоролся. А уколчик от столбничка сделали? А гвоздь перед травмой был стерилизован. Профессионально забинтован. Кстати, не хочешь пригласить меня на завтрак? Ты знаешь, не хочу. А я знаю, что ты не хочешь. Но я, тем не менее, останусь. Нахал. Это я тоже знаю. Ладно, жди. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Артём Васильевич, добрый день. Виктор Васильевич. Простите, но никаких показаний я больше давать не буду. От тебя я этого не ожидал. Что с тобой? Это ведь приговор для меня. Неужели не понимаешь? Понимаю. Только и вы меня поймите. У него мои родители. Да твои родители за городом. У Воронова. Мы их сразу же вывезли, как только тебя похитили. С ними все в порядке. Врал тебе Луговец, понимаешь? Шантажировал, чтобы ты против меня показания дала. Я сейчас прохожу как свидетель. А если я изменю показания, меня как соучастницу судить будут. Это тебе Луговец сказал? Рита, если ты в суде скажешь правду, его посадят. И посадят надолго. Это я тебе обещаю. Может и посадят. А кто-нибудь из его отморозков все равно на свободе останется. Да он мне так и сказал. Пикнешь хоть слово, запалишь меня. Тебя по-любому достанут. Сначала отец с матерью умрут, а после и ты следом отправишься. Рит, он просто тебе врал. Понимаешь, он тебя пугал. Понимаешь, пугал и все. А если нет? В принципе, все идет нормально. Правда, ну, есть некоторые сложности. Что за сложности? У нас пропал главный свидетель. Что значит пропал? Ну, это Астахов. Он как-то пронюхал, где ее держу и… В общем, теперь она у него. Артем Васильевич, я думаю, нам нужно что-то придумать, потому что если он ее в суд притачит, это… Ну, вы же сами понимаете. Думать надо тебе, Луговец. Я к твоим делам не имею никакого отношения. А зачем же вы к словам сразу так цепляетесь? Я сделал все так, как вы мне говорили. Ты деньги взял? Я хочу видеть результат. Или ты решаешь свои проблемы сам, или возмещаешь мне мои расходы. Я понял. Я понял. Жаль. Если честно, я рассчитывал на тебя. Вы простите меня, пожалуйста. Я очень не хочу, чтобы вы в тюрьму шли. Но не могу я. Все ж ты подумай. Время еще есть. Все равно тебе до суда придется пожить у меня. Простите меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Хотя чего это я? Сереженька, сыночка мой родной, мамочка всегда тебя помнит, мамочка всегда рядом СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. А, доброе. Как рука? А, рука? Рука нормально. А что, ненормально? Да, Рита. Понимаешь, не хочешь менять показания? Почему? Боится. Запугал её этот упырь. До смерти запугал. Что ж теперь делать? Хороший вопрос. Сейчас думаю. Самый лучший вариант — это пойти и позавтракать. Может быть, и я с ней поговорю? А почему ты думаешь, что она тебя послушает? Ну, она женщина, я тоже. Мне кажется, нам легче будет договориться. Угу. Если бы всё было так просто. Ну, мне кажется, даже если я просто с ней поговорю, от этого хуже не станет. Хм. Хорошо. Только давай не сейчас. Попозже. Хорошо. А, Сергуня, братишка мой дорогой, прости, что ни свет, ни заря. Ты же знаешь, я жаворонок. Ничего не могу с собой поделать. Я тебя уже простил. Я уже давно на ногах. Ты знаешь, сколько у меня в мэрии дел. Ну, на самом деле, я Галюню проведать. А так, все суета, пустые хлопоты какие-то. Говорят, она захворала сильно. Был момент. Знаешь, на два-три дня и думаю, на работу вы и поздорогайся. Ой, Кирюшенька. Здрасте, тетя. Солнышко моё, как твои дела? Всё хорошо, спасибо. Отлично. Нет, я только что из дома. Нет, нет, нет. Обязательно побудь. Чуть-чуть. Она будет очень рада, что ты пришла. Сейчас я посмотрю, в ком она состоит. Анюта! Что? Сестра моя, Алла, приехала. Ты дверь, Калин Григорьевна, потихонечку открой. Ага. И скажи, чтоб она в порядок себя привела. А я уже видела, что приехала. Я уже всё сказала. Конец. А когда эта курица уедет, ты опять её закрой. А, хорошо. Что стоишь? Давай выполнять. Сейчас всё сделаю. Только увидев вас, я понял, как же давно я вас не видел. Святы для прекрасной дамы. С пыл, с жару, прямо слуга. Есть век на павлин. Когда больше двух, говорят вслух. Ну так, если кто не помнит. Как я вас до сих пор не украл? Сам себе удивляюсь. Машка. Спасибо. Привет, дед. Редьки, редьки. Ой, Александр, всё хорошеете. Пошли. Марья Михайловна, какие у вас запахи? Здравствуйте. Как давление? Марья Михайловна, поставьте. Да-да-да, сейчас поставлю. Прошли. Так, и что у нас сегодня на завтрак? Рисовая каша с молоком, творожный пудинг, кофе с молоком, чай. Ну тогда сразу пудинг. Ди мне. Ольга Александровна, прошу. Так, Ольга Александровна. Свет, можно я после завтрака пойду погулять? Куда это, если не секрет? Например, на пруды. Маша, боюсь, что сегодня у нас не получится. А я и не с вами хотела погулять. А с кем же? С мамой. Ты ведь не против? Нет, я не против. Дед. Что, дед? Ну можно. Ну можно. А вы куда, тетя Алла? Отец велел здесь ждать. Не волнуйся, Кирюш, я разберусь. Так. Аннушка сказала, встала, проснулась, приводит себя в порядок и ждет. Замечательно. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Представляешь, я целый день провела в салоне. Такое утомительное занятие. Сил моих на это нет. А, смотри, какую штучку я себе купила. Штучка? Вау, вау. Представляешь, это какой-то известный очень ювелир. Эта штучка всего лишь трех экземпляров. Кстати, я думаю, Галюне очень понравится. Я точно, я ей закажу. А, я закажу и сделаю ей подарок. Да? Угу. Да-да. Аннушка сказал привести себя в порядок. Я привела. Ну, тебе нравится, дорогая? Смотри-ка. Ну, что ты молчишь? Ну, что ты такой рубка сегодня, а? Ну, иди сюда. Ну, дай я тебя поцелую, а? Галюня. Ну, что, Галюня? Галюня, подбери слюни, да? Ты это хотела сказать, да? Что, соболезновать приперлась, да? Да нет, ты просто, ты болела. Я болела? Я болела? Да я здорова, как корова. Я вас еще, гнид, всех переживу. Ну, что, от твоими соболезнованиями задницу потереть, ясно? Никто мне не нужен. Что-то еще хотите сказать? Нет? Валите отсюда. Шево. 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 Если ты кому-нибудь хоть слово скажешь, не дай Бог, поняла? Если эта информация просочится, нам с твоим Сёмой хреново будет, поняла? Да. Возьми себя в руки. Иди. Вы уже уходите, Тетяна? Я? Да, я вспомнила. Мне надо. Пока. До свидания. Приходите. Да. И ещё. Где Аннушка? Я не знаю. На кухне, наверное, я не видел её сегодня. Ты хоть что-нибудь-то знаешь? Ну что, как говорится, бон вояж. Морцы. Подожди, я сейчас. Пойдём. Слушаю. Привет, Дождаков. Луговец беспокоит. Ну, узнал, что дальше. А дальше? Ну, что дальше? Ну, раз ты узнал меня, то дальше, видимо, не быть мне богатым. Да ладно, шучу. Теперь шучу. Да лучше звонить и поздравить. Лихо ты всё это провернул. Не ожидал от тебя. Не понимаю, о чём ты. Ага. Полночи, небось, трудился, не спал. Я не понимаю. Да всё ты прекрасно понимаешь. Ну что, есть повод стрелу забить. Обсудить, что да как, чтобы не было дальнейших акцессов, да? Аня, Анюта, Анюта, Аннушка. Я же тебе говорил, я же сто раз предупреждал, что ей даже нюхать нельзя. Что случилось? Иди посмотри, что случилось. Ты же мне сказала, что она в порядке. Так она была в порядке. А кто бутылку ей дал? Сергей Кириллович, я… Да уж всё перетёрли. Нет, 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 не всё перетёрли, а? Ты думаешь, ты главный приз выиграл, а? А может, и у меня есть что тебе заветного сказать? Ну, обрадуй. Мы до обеда будем тут стоять. И что ж теперь делать? Пошли играть. Ну, правда, пошли. Ты его не знаешь, а я тебе говорю, он будет сто лет разговаривать. Ну, я не знаю. Зато я знаю. Пошли. Деда, пока. Чем угодно могу поклясться, я не приносила вашей жене спиртное. Ну, правда, она меня об этом просила, но я не приносила, я не приносила бутылку. Честно, Анюта. Честное слово. Я зашла, гляжу, она в окно смотрит. Ну, так, со спины. Я сказала только, сестра приедет, то, наверное, к вам подымется. А она не ответила ничего, и я ушла. Подожди, ключи у тебя и у меня. Ну, ведь как-то она дверь открыла. А может, она гвоздиком скважину проковыряла? Что я тебе сказал? Каким гвоздиком? Не было печали. Ну, это не по телефону. Давай так, ты... Пал одиннадцать, ты подедешь ко мне в кабак, я тебе угощу кофе коньячком, а? Ну, чего ты примолк, обычно такой разговорчивый? Ну, к тебе в кабак я не поеду. Ну, почему, Витя? Трухнул, что ли? Сам-то как считаешь? Вот я же говорю, на тебя не похоже. Угу. Значит так, встречаемся на лестнице у парка через полчаса. Ладно, как скажешь. Только давай так, без понтов, ты и я. И никого лишнего. Давай, до встречи. Что вы шумите здесь, а? Не слышно, ты по телефону разговариваешь? Тридцать пять лбов огромных, все должен сделать я. Это я должен делать. Ох, хрена, я вам деньги плачу, а? Чего ты улыбаешься? Пошел вон отсюда! Пошел вон нахрен! Уволю он! И вот всех пересеряйтесь нахрен! Уроды моральные! А моей бабке все это! Уроды моральные! А ты хотела бы прокатиться на яхте? Угу. Уроды моральные! Красиво, правда? Красиво. Это моё самое любимое место. Моё и Пашки. Кого? Пашка — это мой друг. Самый-самый. Правда, его сейчас в городе нет. Он уехал. А вообще, тут вода очень холодная. Угу. Угу. Ну вот, теперь нас никто не услышит. Можно и поговорить. Давай. Ты, как всегда, пунтуален, Астахов. Зачем звал? Прежде всего, хочу сказать, чтоб ясно изнести. Друга твоего в парке не специально подстрелили. Моя задача была моего крысеныша убрать, а он случайно под раздачу попал. Так что, моей вины здесь нет, да? Ну, допустим. Дальше. Что дальше? Дальше всё просто. Риту можешь себе оставить. Она мне больше не нужна. Свое дело она сделала. Вот как? А если она в суде свои показания изменит? Ну, это уже не важно. Мне без неё на тебя компроматы с горкой. А то ведь могут и другие свидетели нарисоваться. Не веришь? Ну, почему же? Верю. Им иметь всё равно. Сразу тебя накроют или пару месяцев помаринуют. Главное, время идёт. Денежки утекают, а бизнес твой и так уже почти накрылся. Значит, я тебе всё-таки нужна? Конечно, нужна. Правда, правда? Правда, правда. Значит, ты останешься? Ну скажи, останешься? Машенька, у нас же с тобой откровенный разговор, так? Ну, тогда я тебе вот что скажу. Я не готова сейчас ответить на твой вопрос. Почему? Потому что останусь я или нет, это зависит не только от меня. Ты про деда, что ли? Про деда, да? Так он только рад будет. Он влюбился в тебя. Ну, Маш. Что? Ну, с чего ты взяла? Ольга Александровна сказала. И она влюбилась в моего деда. Это тоже она тебе сказала? Это и так всем давно известно. Ну, остановить ты всё это можешь. В любой момент. И каким же образом? Ну, Виктор Васильевич, всё ты прекрасно понимаешь. Землю свою на меня перепиши. Всё закончится. И живи себе, как раньше жил. Только я тебе раньше деньги предлагал. А теперь у тебя выбор небольшой. Либо земля, либо тюрьма. Вот так. Ну, ладно. Я тебе всё сказал. Иди искать меня, ты знаешь. Пошли. А ты секреты хранить умеешь? Ну, наверное. Нет, ты честное-пречестное слово дай. Ну, хорошо, даю. Честное-пречестное? Честное-пречестное. Вон там, видишь, островок. Вижу. Там у нас с Пашкой жилище. Какое такое жилище? Ну, домик такой. Мы его сами из фанеры построили. Там даже жить можно. Там есть матрас и стол. Как же вы туда добираетесь? У меня есть яхта. Яхта? Да. Там. Видишь заборчик? А, вот это? А когда я вырасту, я поплыву на настоящей белой яхте по морю. А ты не боишься? Она же может перевернуться. Нет. Она прочная. Мы на ней уже сто раз плавали. Машенька, а давай мы с тобой договоримся, что теперь на этой яхте мы только с тобой вдвоём будем плавать. Это будет наш маленький секрет. Договорились? Угу. А вот и я, и я вас нашёл. Но мы же вас не звали. А я сам пришёл. Я говорил, что хочу похитить твою маму. Вот теперь я вас и украду. А не получится. Почему? Ну это ж по наружку, Машка. Давайте-ка мы рванём сейчас к монастырю, а там кафешка. А в кафешке отличное клубничное мороженое. Я знаю, кто-то очень любит клубничное мороженое. А почему бы нам маму не угостить самым вкусным мороженым на свете? Мама, ну поехали, а? Ты такого мороженого ещё не плобывала? Нет, не плобывала. Так вот, я хочу сказать, каждый замок и каждый ключ имеют свой секрет и свою судьбу. Мне об этом ещё мой прадед рассказывал, Дмитрий Яндокимович. Я ведь плотник в четвёртом поколении. Замки, они бывают цилиндрические, электронные, накладные, врезные и ещё разные короче. Но самые надёжные – это шпингалет, щеколда и крючок. Крючок – это хорошо. Вот здесь поменять нужно. Здесь только цилиндрический. Хорошо. Подождите. Ну, всё в порядке. Можете приступать. А хозяйка-то не проснётся. Я ведь стучать буду. Не переживайте, не проснётся. Она болеет. Сегодня в неё влили полтора литра снотворного. Полтора? Я шучу. Просто доза была внушительная. Сколько вам нужно времени? Полчасика, пожалуй. Ну, вы работайте, я через полчасика подойду. А она не проснётся? Вы работайте, работайте. Здравствуйте. 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 Марья Михайловна. Полина с Машенькой вернулись? Нет, они ещё гуляют. Гуляют. Ну, хорошо. Пусть когда вернутся, Полина зайдёт ко мне. Скажете? Хорошо. Давай, давай, давай. Опа. Ух ты. Прошу. Вот, наконец, я вас и украл. Машка, пристегнись. Легко. Гуляем. Гуляем. Нравится машина? Ну, ничего. Маша, нормально? Машенька, всё хорошо. Девочки, не волнуйтесь, всё под контролем. Господа, в чём дело? А, собственно говоря, что происходит? В чём дело? Что вообще? Не трогайте меня, отпустите! Отпустите, я вам сказала! Что ты делаешь, урод? Отпустите! Мам! Не трогай мою маму! Отпусти её! Мама! Мама! Отпусти мою маму! Маша, нет! Аша! Маша! Лежать! Лежать тихо! Горей уже! Горой помоги! Малда, смолой полегче надо было. И так полегче! Ух ты! Так это ж та самая барышня! Какая та самая? Которая к нам в кабак приходила! Эй! Может, договоримся? Я заплачу! Чё ты сказал? Всё! 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 Чёрт! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok